Всем привет, вы смотрите Profit Show. Сегодня наш гость Алена Владимирская из Москвы, компания Proofy, правильно? Алена, сразу вопрос, не в бровь, а в глаз. По-моему, на Фейсбуке было, что у вас через пару месяцев выручка была 100 тысяч долларов или что-то такое. Какие-то, в общем, абсолютно безумные цифры для старта. И вот я тоже хочу зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц, а лучше 300. Расскажите, расскажите, как это сделать. Значит, смотрите, у нас выручка 100 тысяч долларов была где-то месяц на четвертый, на пятый с момента запуска бизнеса. У нас через полтора года к нам пришли инвесторы, у нас было три инвестора, которые сделали нам предложение. Мы выбирали и, в общем, выбрали одного. Мы выбрали Almas Capital. Значит, что нужно сделать, чтобы у вас было сразу много денег? Как ни странно, скажу странную вещь, не думать о деньгах. Надо на самом деле приходить и делать то, что вы хотите. И надо очень-очень-очень много работать. Вот это правда. Второе. Очень неправильно, если вы хотите сразу делать очень монетизируемый проект с хорошими деньгами, очень неправильно его делать после школы. То есть, фактически, смотрите, я человек, ну, прямо, скажем, далеко не молодой. И я до этого поработала главным хантером компании Mail.ru, сделала два рекрутинговых ресурса. То есть, фактически, я пришла обкэшивать свои знания, свой опыт, свои контакты, все-все-все, что существует. Конечно, не бывает правил без исключения. Если вы Цукерберг, то, в общем, делайте в любом возрасте. Но если вы не Цукерберг, ну, если вы Цукерберг, с чем вы сейчас смотрите эту передачу, вы должны в гараже делать там новый Фейсбук, то, собственно, сначала поработайте где-то, приобретите опыт связи, а потом приходите сделать проект и зарабатывайте. Окей. А в двух словах, вот я, как бы, готовился к передаче, да, анализировал Пруфи, читал Фейсбук. Кстати, вы знаете, что у вас на Фейсбуке 100 тысяч подписчиков? 104 тысячи подписчиков и 5 тысяч друзей. И это вечное такое. Меня ловит, меня ловит сесть, только, здравствуйте, мы с вами друзья на Фейсбуке. Так, о, боже! Еще один незнакомый друг. О, боже! Так вот, то есть, я вот пытался понять. Смотри, с одной стороны, есть вот это кадровое агентство, которое было первым, да, наверное, Пруфи. Да. Пруфи Фрэнс появилась позже, или это была такая стратегия? Сначала начать с кадрового агентства, там, получить гилфлоу, а потом это, то есть, как это вообще пошло? Я с самого начала хотела делать рекомендательную сеть рекрутинговую, ну, условно, тогда я не думала, что она называется Пруфи Фрэнс, но, собственно, делать вот ровно это. Именно в соцсетях. Именно в соцсетях. Рекрутинг в соцсетях через рекомендации друзей. В чем суть, да, то есть, там очень простая история. Каждый день появляются очень крутые вакансии. Вы получаете эти вакансии, вы на них рекомендуете своих друзей, и если ваш друг вышел на работу по вашей рекомендации, то, собственно, вы получаете от нас тысячу евро. Вот. Поэтому всем интересно. Вам интересно, друзьям интересно устраиваться на работу. Ну, в общем, всем хорошо. Но надо было обмануть рынок. На самом деле мы просто обманули. То есть я сначала сказала, я буду делать хантинговое агентство. Ну, я бывший главный хантер Мейл.ру, понятно, девочка пришла делать. Еще одно кадровое агентство. Еще одно кадровое агентство, да, довольно там сильное в интернете, но, в общем, еще одно. На самом деле это была история, мы уже сделали Пруфи Фрэнс, ну, его же надо там писать, да, делать. А мы тем самым набирали контент в это время. То есть мы набирали те вакансии и тех клиентов, которые у нас стали, собственно, в истории потом про Пруфи Фрэнс. Так вот, что я вам хочу сказать. У меня был первый там очень маленький ангельский инвестор, тот человек, который когда-то сделал бегун. И он мне всегда рассказывал, когда он сделал бегун, он тоже, в общем, обманывал рынок. Он рассказывал про то, что он не будет делать никакую там большую там систему, да, контекстной рекламы, а будет делать тоже маленькое агентство, которое, собственно, просто будет собирать рекламу. Так вот, если вы до момента запуска продукта можете обманывать в хорошем понимании рынок, то есть всех ваших потенциальных конкурентов и прочих-прочих-прочих всяких там людей, показываем, что вы идете в другую сторону, делайте это. Это очень помогает. Я, собственно, да. Я вот пытался понять, ну, как бы, собственно, спросил. Это была стратегия или это все-таки там случайность, да, и вы как бы начали делать одно? Нет, было бы очень хорошо, если бы мне сказали, что это была случайность, там, вот у нас там само получилось, но на самом деле мы его шесть месяцев писали, да, то есть, ну, таких случайностей не бывает. Шестимесячная случайность, почти девять. А какая сейчас, то есть, этот же бурный рост продолжается, да, или то есть, что там, как у вас цифра? Все у нас, значит, мы перешли суммарно, то есть, мы существуем сейчас в ВКонтакте, в Фейсбуке, на всей оси, то есть, там, соответственно, iPad, iPhone, Android, Windows Phone, мы перешли цифру 500 тысяч инсталлов, ну, в общем, как-то мы так, да, как-то, а, кстати, ну, вот мы на Украине открываемся, или в Украине, как правильно. Если вы смотрите из Москвы, вы услышали на Украине, если вы смотрите из Киева, то это в Украине. Примерно так, сейчас, 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 я просто не успеваю за вопросами. А, слушай, ну, смотри, вот эти инвестиции, которые вы получили, 1,2 миллиона от LMS Capital, это, это куда? То есть, вы хотите в США запускаться, или на другие платформы? Ну, на другие платформы, мы уже на всех есть, но, в общем, ну, пока, к сожалению, не придумали еще платформы, придумайте, пожалуйста, мы там тоже будем. Ну, единственное из того, что мы запускаемся, мы еще запускаемся в Одноклассниках, но я не знаю, насколько там в Украине это интересно. Конечно, хочется эту историю сделать уже историей международной, потому что, да, есть такой, ну, есть, наверное, такой проект, все, наверное, его знают, Branch Out, эта история, да, такая, про подобную историю, но ребята, которые сделали огромный, там, рост по инсталлам, но при этом не придумали монетизацию. И у них, в общем, проект, ну, он, с одной стороны, прекрасный, с другой стороны, ну, как-то вот безденежный, да, вот это грустно. А у нас история про деньги, у нас история про очень большую лояльность, и мы хотим, собственно, всем показать, что, хо, а мы знаем, как лучше, мы знаем, где в этом деньги. Вот, ну, примерно так, поэтому. Ну, смотрите, январь-февраль мы открываемся, Таиланд, Филиппина, Индонезия, меня все спрашивают, почему там, я всем отшучиваю, что просто это будет, о, да, это будет хорошая отмазка для инвестора, почему я Новый год провела в Таиланде. На самом деле нет, на самом деле, ну, просто появился партнер, он сам вышел, сказал, что там, ну, круто, давай это делать. Конечно, будем открываться в Америке, конечно, будем открываться в Европе, но тут очень важно, что понимать. Ребята, вот все, кто открывается, вы должны понимать, количество хороших стартапов в Европе, в Америке, особенно в Америке, огромное. Уровень информационного шума не сравним с нашими странами, да, то есть это здесь каждый вышедший стартап, это, в общем, да, это подарок, и за ним гоняются инвесторы, там ровно наоборот. Поэтому, собственно, невозможно просто заходить с историей такой, вот мы открылись и к вам пришли, ну, открылись, но пришли. Спалить там вот эти деньги, там полтора, два, три миллиона, ну, стандартные истории, которые дают под инвестиции, это, в общем, очень легко. Поэтому надо придумывать какие-то такие интересные, неожиданные стратегии У нас она есть, мы о ней ничего не скажем Но, в общем, мы придумали, как это сделать так, чтобы мы, надеемся, нас обратили внимание Кстати, вот вопрос Proofy Friends — это социальная штука, правильно? А к ней нужна оффлайновая составляющая, которая, собственно, управляет всем этим? Ну, она только, да, ну, собственно, она существует в двух видах Она существует в виде внутренней нашей админки, да, ну, понятно, да? И вторая, она существует в виде веба для HR-ов, кто размещает вакансии То есть B2B-шная ее часть — это вебовая часть У, собственно, у пользователей соцсетей никакой B2B-шной Оно, нет, на самом деле, нет, оно не нужно На самом деле, вообще, мы думаем о том, что они убиты ли его, они убиваем Потому что очень много лояльных клиентов, которые говорят, ну, как же так? Мы однажды объявили о том, что мы закрываемся по Фейсбуку Пошел просто какой-то стон такой странный Поэтому мы, в общем, просто работаем на постоянных клиентах И на каких-то очень интересных новых вакансиях Очень новых, ну, интересных клиентов Просто это отдельный уже бизнес В технологическую платформу? Нет, нет, нет Никто не будет, вот, смотрите, вот что очень важно Значит, никто не будет сейчас инвестировать Ну, никто в меняемый не будет инвестировать Не в технологии, не в платформу Ну, это важно Ну, да, смазать, то есть, ну, вы понимаете, это все очень красиво в теории, в практике Все там, ну, как всегда, да Там где-то что-то не случилось, там что-то упало, это же понятно Но это шанс стать хорошей машиной Ну, выглядит все круто Но вот у нас, например Ну, вот я вижу среди знакомых, да Вот есть такое Часто там, а, ну, это у нее получилось Ну, это у нее, там, какие-то связи Это у нее, ну, не обязательно про вас Но любую историю успеха Могут объяснить, почему это вот какой-то там исключительный случай Там, whatever Еще миллион вещей Ну, кроме того, что, ну, там, человек много работал Не знаю, что-то сделал правильно Вот вы как объясняете Не знаю, я почему спрашиваю, например Я в любое время захожу на Facebook Если я пролистаю ленту на 15 минут, есть ваше сообщение То есть всегда просто Да, это стандартный вопрос Я спрашиваю, сколько сммщиков у меня работает Ни сколько Вообще у нас нет сммщиков Значит, смотрите, работать надо 2 часа в сутки Это, безусловно Это, наверное, единственная история И никоим образом не надо думать, что кто-то за тебя сделал твой бизнес Сейчас профи работает, там, 13 человек в Москве Ну, общей сложности, получается, 9 человек Все равно, да, история такая Ты должен, как-то появляются эти люди Ты должен работать еще больше, а не меньше А на тему того, как получилось завидовать, не завидовать Есть такой старый, пошлый российский анекдот Значит, 90-е годы прошлого века Начало перестройки Голод в Москве В общем, ужас, кошмар Гостиница «Интурист» Съемочная группа, не помню, там, НТВ или какое-то было телевидение Подходит, значит, видит, прости господи, проституток у гостиницы «Интурист» И вдруг они узнают, что это бывшая их учительница русского языка Подходит, говорит, ну, как же, Марья Ивановна Ну, вот вы же были, там, закончили институт с красным дипломом Вы же были лучшим молодым педагогом района А вот сейчас вы у «Интуриста» Вот, ну, как же так? Ну, просто повезло Отлично Ребята, смотрите «Профит-шоу» Лучшие анекдоты от Алены Владимирской Только на нашем канале А у меня еще куча вопросов Я хочу буквально сделать короткую паузу Сказать два слова про IDCEE Который является спонсором нашего Помог нам с этим конкретным выпуском Спасибо, ребята, мы вас ценим И IDCE-клевая конференция, вроде бы На самом деле, вот я приехала с Москвой Подобной же конференции с Ривой Я хочу сказать, что, ребят, по уровню стартапов По уровню организации Вообще по молодым горячим глазам Вообще несравнимо То есть вообще вот прям вот круто-круто-круто Отлично А вопрос такой Что с Украиной? Меня тут спрашивают, ребята Что там, народу боятся собирать чемоданы Что там, профи? Есть какие-то у вас планы на Украину? Или вы в Тайване, США, Канаде? Не, Украина обязательно Потому что, на самом деле, я скажу больше Мы не рассматриваем Украину как просто Украину Мы рассматриваем Украину как начало истории Европы Украина интересна сама по себе Потому что это близкий рынок Это масса интересных кандидатов Это куча людей, работающих Желающих там хорошо развиваться в IT В медиа, в диджитал Украина вообще сейчас растет И вообще прям круто Вот посмотрите, как все круто Вот А во-вторых, Украина это отличная точка входа в Европу Поэтому я вообще всем советую Всем российским стартапам Украину открывать, открывать, открывать Интересно Ну, ну, нет А то есть... Не, ну почему надо? Не, ну, смотрите Ну, вы здесь, то есть у вас будет какое-то присутствие Люди, офис или нет? Да Да Меня довольно часто пугают, что Украина мелкий рынок, да? Что, соответственно, он небольшой Но, на самом деле, если это смотреть, как начало входа в Европу Это очень крутая точка Как может Украина помочь войти в Европу? Ну, то есть, как это работает, я не очень понимаю А вы вообще, на самом деле, даже сейчас не понимаете, насколько вы более европейские стали, чем, например, Россия А в чем именно? А вот, посмотрите, вот здесь, да, начиная с того, что язык, конференция, английский Это вот, ну, первая история в России А вот А для России это будет на интернет-конференции Ну, какой же, если не русский, вообще о чем? Вот Это во-первых Во-вторых, посмотрите, здесь огромное количество инвесторов из Европы, там, Чехия, там, Польша Я удивилась, увидев здесь инвесторов из Румынии Я вообще думала, что, ну, Румыния пока не та страна, которая готова к инвестициям Тут много, да, европейских, американских инвесторов Этим сейчас Россия, например, похвастаться не может Здесь все более мобильно и более смотрит туда Именно потому, что, в общем, ну, все-таки небольшой рынок Здесь нет такого количества денег, как, допустим, есть у нас Вы более ориентированы на международные, на масштабируемые, на конкурирующие проекты А не на серии мы сделаем для своей территории Что-то вот такое, да, построим глобус Вологодской области Отлично, ну, вот, нужно, чтобы нас кто-то извне похвалил Тогда осанка расправляется, плечи, все такое Алена, а как? Ну, то есть, я вот еще, ну, смотри, там, Mail.ru ты назвала, да, и до этого работа Да, я делала работу, да А это как-то, это логический какой-то был путь? Или, там, вот, как бы, карьера, она развивалась логически Или это такое, управляемая случайность? Значит, вообще, на самом деле, как Хантер, я хочу сказать, не бывает логических карьер Вот, вот, честно, вот это все в рот Это потом мы придумываем красивые истории, что это, дескать, мы сами так все решили На самом деле, ничего подобного по образованию, прости господи, балетный критик Закончила МГУ, журфаке, балетный критик, да Мечтала всю жизнь работать в глянцевых журналах и работала в глянцевых журналах И вот я, значит, там, работала-работала в Питере, доработала, да, директора по маркетингу Очень крупного, там, издательского дома, в часть которого входила, собственно, и работа.ру Это было в Питере И когда, собственно, решили в Питере открывать офис работы.ру Никто вообще не понимал, что такое интернет у нас там внутри, да И, собственно, вообще никто ничего не понимал И выбрали, в общем, самую бешеную, кто не испугался, это была я И что-то мы как-то ее так быстро развили, что по Питеру мы обогнали HeadHunter Вот, и тогда мне сказали, хоба, приезжай в Москву, делай основную работу.ру Мы ее сделали, выиграли премию Рунета Ну и что-то как-то дальше там было как-то грустновато Вот, ну и меня схантил мейл Точнее, я сама пришла в мейл и сказала, схантите меня, пожалуйста Ну я поработала в мейле, сделала сначала рекрутинговый ресурс, потом стала главным хантером Потом, опять же, ну мне не было скучно в мейле, было все хорошо Но я придумала вот этот социальный рекрутинг, который очень верю, который сейчас очень прет А дальше случилась какая история Естественно, возник конфликт интересов Потому что, прежде всего, я собиралась развиваться на такие платформы, как Facebook и ВКонтакте Которые, ну, не являются собственностью Mail.ru Естественно, это конфликт, ну, это понятный конфликт интересов Потому что ты не можешь, ну, развивать бизнес, там, ну, развивать конкурирующие площадки Конкурирующие, не просто чужое, в общем, конкурирующие Это в одном поле, из-за одних пользователей И тогда я пришла к Диме, Гришину, сказала, Дим, ну, вот так, три раза он меня там оставлял, уговаривал Я говорю, нет, ну, я все равно хочу Ну, и мы очень хорошо разошлись, до сих пор Mail, там, наш якорный клиент, мы очень его любим Ну, вот так вот, жизнь такая Когда уходила из Mail, мне было вообще непонятно, будет это работать или нет? Или была четкая уверенность, что оно не может не работать? Значит, первый день, вот, представляете, у меня в Mail, ну, у меня, да, у меня крутой офис Нет, секретарша у нас, у меня не было, но дело в том, что, ну, фактически была в ранге, там, ну, я не была там никаким вице-президентом Ну, фактически была главным Hunter Mail.ru, там, ходящим, там, на совет директоров, на какие-то там еще прочие вещи У меня офис, у меня улучшенный соцпакет, у меня там все дела, у меня большая зарплата Ну, а тут, значит, я вышла, а мне приятель просто сказал Ну, Лёль, полгода пользуйся моей комнатой бесплатно Ну, в смысле, у него, он руководитель института большого, и, собственно, вот там вот комната Я прихожу в эту комнату, а она под горлышко забита бумагами старыми И мы с девочками, которые шли вместе со мной из мейла, вот, вместо того, чтобы сидеть в прекрасном офисе Ходить на фитнес, ходить на английский, я не знаю, еще какие-то вещи делать, хантить топов Мы разгружали эти бумаги, в общем, ну, по окончанию первого дня мы все рыдали, вот, ну, честно скажу А потом, что делать-то? Ну, собственно, знаете, а вот дальше очень хочется кушать Вот, ну, и начинаешь работать, что делать-то У вас классный проект, ну, в плане такой, он, там есть нормальная бизнес-модель И он, как бы, очень быстро приносит живые деньги, в отличие от проектов, типа, сейчас мы наберем 100 миллионов пользователей А тогда, конечно, нас там кто-нибудь купит, у нас будет реклама и так далее Это классно, ну, то есть... Хвалите нас, хвалите, да Быстро, ну, то есть, если оно не работает, то становится быстро понятно Тут на фейсбуке было про инвесторов, не знаю, можно я процитирую? Насчет жду своего инвестора как мужчину в молодости, важно совпасть в целях, важно уметь работать и ждать Ну, это я так коряво прочитал, на самом деле, я тут постарался скипнуть, укоротить текст Вопрос какой? То есть, инвесторы что, они разные? Ну, это так, вопрос с подколом То есть, не все равно, от кого брать деньги и, ну, как бы, в чем суть поиска, да, то есть, зачем? Значит, смотрите, если вы идете делать по-серьезски, делать бизнес, да, вот такой вот, вот вы рассчитываете на то, что вы станете большой, серьезной, крупной компанией и все в вашей жизни получится Брать, а вы какие деньги, это, ну, просто ужас, потому что за любые деньги, вы понимаете, это же не подарили вам деньги, за них придется отчитываться И деньги сами по себе не очень важны, очень важны связи инвестора, как он готов вас вытолкнуть на следующий уровень Это такая, да, вот, я всегда говорила, покажите всем инвесторам, которые ко мне приходили, говорила, покажите вашу записную книжку Если она, собственно, по отрасли, там, тоньше, чем моя записная книжка, то в этом случае нет, нет, не надо, потому что, ну, проем я ваши деньги, и что дальше, ну, удовольствия никакого Инвесторы очень разные, сейчас очень много диких, так называемых, инвесторов, ну, слабо вменяемых, и это, конечно, очень плохо То есть это те инвесторы, которые относятся к интернету, не понимают этого рынка, не знают, относятся к вложениям, условно, как к бензоколонку Вот я сейчас вложил там 200 тысяч, условно, там, или 3 миллиона, через 3 месяца хочу достать там в 3 раза больше Не понимая особенности бизнеса, фактически вы, оказываетесь, вы, понимаете, когда входит инвестор, фактически это во многом как найм Ну, это как по девочке, ну, это как замуж выходить, ты же не можешь говорить, ну, вот я вот пойду, но вот через месяц уйду, даже если вы потом разводитесь, ну, в общем, вы вряд ли думаете об этом изначально, да Поэтому надо рассчитывать на то, что вы хотите жить долго, серьезно и счастливо Если у вас невменяемый инвестор, непонимающий и не относящийся к вам серьезно, ну, никакой брак не будет, ну, а в результате не будет бизнеса Это то же самое, вот бизнес, это, вот, я всегда рассуждаю как девочка, вот, для меня все отношения инвестора и бизнес, это вот ровно как моя личность Вот ровно так, аналогия абсолютная, вот если я понимаю, что я вот с этим мужчиной не хочу устроить долгую жизнь, я за него замуж не пойду, так вот, ну, а зачем я такого же инвестора буду брать, ровно такие же подходы Окей, пользуясь случаем, что можно поговорить спокойно, есть пара вопросов, вообще не связанных с пруфи, ну, первый, LinkedIn, то есть, они сто лет в обед, да, и там, ну, давно они, как бы, уже там на бирже и так далее, но вот тот же бренчаунд, когда выходил, это, типа, убийца LinkedIn Может, наконец, пруфи его убьет? Нет, это совершенно разные вещи, на самом деле, ну, давайте так, давайте, однажды лучше LinkedIn нас купит Отлично, я надеюсь, Хоффман еще смотрит наше профит-шоу, пожалуйста, не отключайтесь А, и второе, академия Farminers, да, как бы академия стартапов, да, или что-то такое, и на самом деле, ну, вот я был в одном инкубаторе в Эстонии, и сейчас их расплодилось тут, в Киеве есть и Slabs, HappyFarm, еще там пачка, в общем, их много, вот что ты там во всех этих штуках думаешь? Ну, во-первых, да, да, честно скажу, я сейчас не работаю с Farminers, но при этом у меня остались очень хорошие отношения с Игорем Моценюком, на деньги которого и по идее которого сделан этот проект Это была связана, вот, очень важная история Когда Игорь со мной заговорил о Farminers, мне было очень интересно это сделать, была очень понятная связка, нам вместе очень хорошо работалось Но, собственно, я вдруг стала понимать, что при этом мой основной бизнес, профи, он начинает тихо вянуть, не родившись, ну, потому что ты не можешь одновременно хорошо делать две большие сложные стартапные истории И в этот момент я навсегда для себя поняла, что вот есть мое, и это основное, да, это вот для меня был великий урок, потому что он дался довольно сложно, там, ушла часть команды, ну, в общем, это был такой довольно серьезный кризис Теперь о том, полезны ли инкубаторы, да, конечно, полезны, они, прежде всего, полезны двумя вещами Во-первых, вас избавляют от огромного количества инфраструктурных вещей, очень там, противных, они не то чтобы сложные, но они очень противные Бухгалтер, оформление всех этих, там, форм собственности, всякие договоры, вот это все, это ад, вот, налоговые, вот это все, это ужасно Ну, можно, но это сложно, объясню по двум вещам, во-первых, если вы, ну, во-первых, домен надо регистрировать, да, все равно какую-то там форму собственности надо регистрировать, если вы работаете, там, вам надо как-то оформлять людей, ну, потому что Во-вторых, вы не можете, то есть, если сразу вы понятийно распределите доли, потом могут быть конфликты Вот, вся история, вот, про всякую собственность, особенно, если у вас, входит вас ангел инвестор, она должна быть очень вся формализована Ну, потому что иначе дальше, это, я видела огромное количество команд и проектов, которые просто распадались, но из-за обид Вот просто, да, там, фаундеры не договорились, не поняли друг друга Это, во-первых, но главное, чем полезны такие инкубаторы, они полезны менторством Очень надо смотреть, идти или не идти в инкубатор, по одной причине, кто, собственно, там менторит Ментор может дать, ну, ой, это прекрасно, главное, что ментор может дать, это опыт Ну, вот, смотрите, вот есть Игорь, да, условно, Мацанюк, человек, который фактически в России сделал всю игровую индустрию Поэтому, вот, допустим, там, условно, там, часть профиграфа второго нашего проекта, который построен на вся навиралке и на игровой тематике Это просто некие знания Игоря, которые, собственно, получены и потом применены в моем проекте Я ничего за них не платила, да, там, условно, есть какие-то другие, там, стартапные истории Ну, то есть, есть люди, которые прошли свой путь, долгий, успешный, но он был с огромным количеством ошибок Вот они набрали этот опыт И теперь вы можете, не приобретая этот опыт, просто взять вот эти знания и сказать, о, а я их применю на своем проекте Это главное, все остальное Ну, конечно, если это правильно, брат, то работает То есть, надо, ментор должен быть правильно, он не должен быть номинальный Он должен сидеть рядом, ковыряться с тобой, говорить, вот это так, это так, это так Но он не будет это делать за тебя, это ты должен за ним бегать, уговаривать его сесть Потом делать и говорить, а вот это так? Тогда он скажет, нет, вот это не так, или вот это так Ну, то есть, за тебя никто делать не будет Это единственное Все остальные, это вопросы помещений, пиара, это все решается сами по себе Вот только этим Круто Это, наверное, был последний вопрос. Если что-то хочется добавить, могу дать трибуну. Ну, смотрите, я еще раз хочу сказать, что здесь безумно здорово. И на самом деле вот то, что я вижу, связанное с Киевом, меня просто безумно радует, потому что меня радует уровень стартапов, меня радует уровень конференции, меня радует огромное количество молодых людей, которые всерьез думают об интернете как о бизнесе. Поэтому, ребята, все у вас круто, и не думайте, что у вас все плохо, вы просто не знаете, где плохо. У вас все хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Вы смотрели Profit Show. Подписывайтесь на ProfitShow.tv. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok